32-летняя Юлия Кальян воспитывает троих девочек. Старший 10 лет, младше 11 месяцев и шестилетняя Таня. Она встречает нас от самых дверей. Мама в это время пыталась дозвониться до старшей дочери. Когда ей это удалось, внимание всех в доме было к их разговору. Сестренка, привет! Таняка, привет передает. Старшая дочь Юлия сейчас живет в Челябинской области, в деревне у тети. Помогает ей по хозяйству и, главное, учится. Здесь, в Самаре, это стало проблемой. Своих дочерей Юлия воспитывает одна и живет с ними на съемной квартире. Точнее, квартирах. Переезжать приходится часто. Возить девочку в школу с одного конца города на другой Юлия не могла, но и менять одну школу на другую, как квартиры, не хотела. Поэтому ради стабильности дочери попросила родных приютить девочку на время учебы к себе. Юлин день строится примерно так. В 7 утра она отдает 6-летнюю Таню в садик, затем завозит младшую дочь к друзьям и спешит на работу. Вечером они все вместе проводят время дома. Я работала на автомойке беременной. Сейчас работаю фрезеровщиком на заводе. У меня высшее образование. Отец детей жив и здоров. Просто живет теперь в другом доме. С бывшим мужем Юлия прожила 11 лет. Вместе они мечтали, что у них будет свое жилье. Откладывали деньги на покупку квартиры. И еще мечтали о сыне. Всегда очень хотел сына. У нас родилась Елена, потом следом Татьяна. Он случайно забеременел третий раз. И надеялись на то, что будет мальчик. Когда на 6-м месяце беременности УЗИ показала девочку, стальные нервы мужа не выдержали. Он потребовал от Юли сделать аборт. Когда-то отказалась, совершил поистине мужской поступок. Ушел. С ним ушли и отложенные деньги, и мечты о большой дружной семье и собственном доме. В воспитании и содержании дочерей бывший муж Юлия не участвует. Женщина справляется сама. И пусть половина из зарплаты в 22 тысячи рублей уходит на квартиру. Женщина говорит, что на жизнь им хватает. Правда, в этот же момент уже не может удержать накопившиеся слезы обиды, боли и усталости. Я долгое время надеялась, что все-таки как-то разрешится вопрос. Мы накопили деньги, надеялись на материнский капитал, на то, что нам хватит на какое-то жилье. В итоге получилось, что осталось. И одна, и детьми без жилья. Шестилетняя Таня видит, как мама любит их, переживает и старается изо всех сил. И поэтому девочка тоже старается. Помогает маме заниматься с младшей сестрой, поддерживает ее так, как это вообще возможно в 6 лет. И нам говорит о своих мечтах только тогда, когда мама не слышит, чтобы не огорчать ее. Я хочу сослужить дом, где я жила со своей семьей. Юля понимает, что сама с жилищным вопросом не справится. Она не просит денег, просит совета. Юле подсказали, что можно попытаться получить жилье из маневренного фонда. Но вот как это сделать, какие документы собрать, куда идти, к кому обращаться, она не знает. Любая помощь тех, кто с этим сталкивался, кто знает, в какие инстанции обращаться, может, у кого-то получилось, наверняка у кого-то получилось получить это жилье. Любая помощь будет однозначно бесценной. Пускай сама Юля не просит о материальной помощи, мы сделаем это за нее. Женщине действительно нелегко. Она нуждается не только в юридической поддержке, но и материальной, и, главное, моральной. Если вы хотите ее оказать нашей героине, сделать это можно, позвонив по телефону 8 927 701 8109. Юлия Кальян. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова